Привет, мои хорошие! Число моих подписчиков растет, и вместе с этим растет и мой канал. Помимо видеоуроков, которые выходят каждый четверг в 16.00, также будет выходить видео «Вопрос-ответ», где я буду делиться с вами своими знаниями, своим опытом в сфере изобразительной грамоты. Первое свое видео я посвящу самому популярному запросу, а именно гуаши. Если вам интересна эта тема, вы хотите о гуаше узнать побольше и создавать ей прекрасные картины, то оставайтесь со мной. Итак, что же такое гуашь? Это вид клеевых водорастворимых красок, более плотный и матовый, чем аквариум. Само слово «гуашь» появилось в 18 веке во Франции, но сама техника известна еще раньше. Во времена Средневековья ее использовали для создания книжных миниатюр. А далее, в эпоху Возрождения, гуашь использовали для создания эскизов и подготовительных работ. Гуашь изготавливают из пигмента, клея и белил. Именно белила дают краске ту плотность и бархатистость, которую мы чувствуем при рисовании. Но из-за них же, из-за этих белил, краска при высыхании становится чуть светлее, немножко выбеливается. Это нужно учитывать, когда вы рисуете гуашевыми красками. Обычно гуаши рисуют на бумаге, но можно использовать не только бумаг, а еще и за грунтованной поверхностью, например, грунтованный холст, картон или фанера. Но если вы все-таки решили рисовать на бумаге, то от себя могу посоветовать бумагу фирмы Палаццо. Бумага для акварели и гуаши, очень хорошее качество листов. И сама бумага позволяет наносить мазки без следов. То есть новичку будет легче работать на такой бумаге и не будет такой полосатости работы, когда слишком сильно видна текстура мазка. Но если мы ищем вариант подешевле, то можно воспользоваться обычной бумагой ГОСТ. Она очень хорошая, плотная, не покрывается карточками при работе. И эти листочки можно купить поштучно в любых канцтоварах. Теперь давайте разберем, в чем отличие детской гуаши, или как ее еще называют, плакатная, от художественной гуаши. Главное отличие художественной гуаши от детской в том, что она имеет более плотное покрытие. И еще ее цвета более насыщенные, более натуральные и звонкие. Это все идет из-за ее состава. В художественную гуашь входят более дорогие компоненты, ну и, конечно же, натуральные пигменты. В отличие от детской гуаши. А еще вы заметите, что в художественной гуаше больше названий цветов. Там встречаются такие, как Кропак, Ультрамарин, Саша Газова и так далее. Большая палитра, много названий. Все из-за того, что, как я и сказала, используются натуральные пигменты. И еще все цвета делаются в соответствии с госстандартами. Наверное, многие у меня спросят, и какую же гуашь тогда выбрать. Я советую обратить внимание на фирму Мастер Класс. Это художественный гуашь. Там используются натуральные пигменты и палитра очень хорошая. И сами краски по качеству на высоте. Но если у вас нет возможности приобрести именно Мастер Класс, то можно обратить внимание на недорогую детскую гуашь фирмы УЧ. Замечательная гуашь. Такая хорошая альтернатива. Там достойная палитра, и этой гуашьей можно работать. Так что обратите свое внимание. Сама техника гуаши очень проста. Обязательно нужна кисточка, вода и палитра. Воды мы берем совсем чуть-чуть, так как нам нужен этот эффект перекрывания. То есть красочный слой должен быть плотный и хорошо перекрывать лист. Отличное сравнение для гуаши это то, что она должна быть как жидкая сметана. Должна быть плотной, но немножко тягучей. За счет этого получатся красивые, ровные мазки. И тогда работать с ней будет одно удовольствие. При работе с гуашью важно выбрать правильные кисточки. Советую обратить внимание на синтетические кисточки, которые меньше держат воду. В отличие от натуральных. Натуральный ворс больше задерживает воды и больше подходит для акварельной техники. Для гуаши нам этого не нужно, поэтому мы берем синтетические кисточки. Они дают плотный, хороший мазок. По форме кисть выбираем в соответствии с рисунком. То есть каждая кисть дает свой мазок. Также, если вы новичок и только собираетесь покупать кисточки, советую приобрести основной набор из 4-3 кисточек. То есть мы берем одну большую кисть, либо плоскую, либо круглую. Либо и плоскую, и круглую. Также мы берем одну кисть среднюю и одну кисть тонкую. Советую обратить внимание на круглую. А дальше, уже по мере своего становления в работе с гуашью, докупайте нужные вам кисточки. И на этом все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Вы поддержите меня пальчиком вверх. И эта рубрика станет постоянной. Также задавайте свои вопросы в комментариях к этому видео. И на них я отвечу в следующем вопросе-ответе. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Дэри Арт. Помните, рисовать может каждый. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok